МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Олег Белак и Андрей Бережной. В гонке на пост главы Наринмара осталось двое кандидатов. Специальная комиссия по отбору кандидатур подвела итоги конкурса на должность мэра. Конкурс проходил в два этапа. О том, как принималось решение, в интервью рассказал председатель комиссии Михаил Васильев. Кандидаты три оставшихся. Это Бережной Андрей Николаевич Белак, Олег Ануфриевич и Циворев Александр Петрович были проверены на достоверность их сведения по запросам. Соответственно, они все прошли критерии достоверности и были вынесены на конкурс, который должен был состояться и состоялся сегодня в 10 часов утра в здании Корсовета. Кандидаты на данном конкурсе выступили, им были заданы соответствующие вопросы. И после этого они были удалены и прошла процедура голосования за данных кандидатов. За Бережного Андрея Николаевича было 8 голосов подано, за членов комиссии которых 10, за Белака Олега Ануфриевича 8 членов комиссии, соответственно, за Циворев Александра Петровича 3. Соответственно, по итогам данного конкурса было итоговое решение комиссии, которое подписали все члены комиссии, что два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, а именно Белак Олег Ануфриевич и Бережной Андрей Николаевич, выходят в следующий этап. То есть их кандидатура представляется в Горсовет на рассмотрение кандидатур на конкурсе и выборы мэра города Наринмар. Сегодня итоговое решение комиссии будет направлено в Горсовет. В течение 10 дней с этого момента депутаты должны провести сессию, на которой будет выбран глава Наринмара. Единороссы Ненецкого округа рекомендовали своим однопартийцам в Горсовете голосовать за Олега Белака. Такое решение было принято на расширенном заседании Политсовета Ненецкого регионального отделения партии. Кого поддержать в гонке на пост главы Наринмара, члены Политсовета Единой России решили путем тайного голосования. За Олега Белака было отдано 11 голосов, за Андрея Бережнова – 2, за Александра Цыварева – 1. По словам Дениса Гусева, секретаря регионального отделения партии, принимая решение, члены партии опирались и на мнение общественности. Общественный опрос проводился несколькими способами – с помощью анкетирования горожан на пикетах партии в виде телефонного опроса. Всего приняло участие в анкетировании 490 человек. Из них за Белака Олега Нуршевича проголосовало 329 человек, за Бережнова Андрея Николаевича проголосовало 128 человек, за Цыварева Александра Петровича проголосовало 33 человека. В телефонном опросе 91 голос отдан за Олега Белака, 27 – за Андрея Бережнова, 6 голосов – за Александра Цыварева. Еще 49 человек воздержались от ответа. Также были учтены опросы на региональном портале «Инфо 83» в социальных сетях, где также поддержана кандидатура Олега Белака. Напомню, фракция «Единороссов» в Гурсовете Наринмара сформирована из 10 депутатов. Всего же в состав представительного органа власти муниципалитета насчитывает 15 народных избранников. Подготовку к выборам на территории округа в текущем году глава региона обсудил с председателем окружной избирательной комиссии. В ходе встречи Игорь Кошин обратил внимание Георгия Попова на обеспечение открытости и легитимности при проведении выборных кампаний. Работа избирательных комиссий должна быть направлена на реализацию равных возможностей всех участников избирательного процесса. В текущем году в округе первую выборную эстафету примет Шоинский сельсовет. Напомню, глава муниципалитета в конце прошлого года сложил полномочия. Вслед за ним решение о самороспуске принял муниципальный совет депутатов. Насроченные выборы главы Шоинского сельсовета и семи депутатов пройдут 2 апреля. Сейчас начался период выдвижения и агитации кандидатов. Осенью еще несколько муниципалитетов округа ждут выборы. В Амдраме, Великовисочном, Коткино, Индике, Харуте и на прилегающих к ним территориях выберут депутатов. А в Усть-Каре, Оме и Оксина еще и главу. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. Дорогу молодым и предприимчивым. В Наринмаре прошло вручение премии президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи. Импровиз, брейк-данс и фристайл. Впервые в Ненецком округе прошел танцевальный батл исполнителей хип-хопа. В Наринмаре прошло вручение премии президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи. По итогам года ее обладателями стали семь молодых жителей Ненецкого округа. В торжественной обстановке награды вручили глава региона Игорь Кошин и спикер окружного собрания депутатов Анатолий Мяндин. Поздравить лауреатов отправилась и наша съемочная группа. Что за признанием и наградами стоит очень большая и тяжелая работа, скромная Екатерина Тарасова говорить не привыкла. И тем не менее в руках у молодой девушки, активиста из студии «Чудо-ручки» и сотрудника этнокультурного центра целых два диплома. Первую девушка получила как финалист сиросийского этапа «Доброволец-2015», а второй как победитель регионального этапа «Лидер года-2016». Нельзя добиться какой-то там славы, известности, притворяясь просто хорошим человеком. Нужно им на самом деле стать, нужно стараться как-то все искренне делать. Тогда придет признание рано или поздно, в каком-то виде, пусть это будет слава не на всю вселенную, пусть это будет просто даже признание тех же маленьких деток, с которыми ты проводишь занятия. То есть каждый для себя решает, чем ему лучше заниматься, и он должен почувствовать это душой. Вместе с Екатериной награду получили еще шесть молодых жителей округа. Лучшими юными исследователями региона стали Валерия Соболева и Майя Семяшкина. Президентскую премию также получили спортсменка Анастасия Славкова, автомеханик Александр Бобров и парикмахер Станислав Марташенко. Перед участниками церемонии выступил победитель регионального фестиваля художественного самодеятельного творчества «Молодежная весна-2016» Александр Сесей. Он стал обладателем президентской премии в номинации «Художественное творчество». Вы знаете, вы молоды и прекрасны. Вы сегодня добились определенных успехов. Ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом. Помните одну простую вещь в жизни. Жизнь в ваших руках. От вашей настойчивости, от вашего желания, от вашей замотивированности будет зависеть, чем вы будете заниматься. Ежегодно около 5000 юных талантов во всех регионах России получают премии в соответствии с указом президента Российской Федерации о мерах государственной поддержки талантливой молодежи. Премия присваивается с 2006 года. За время ее существования лауреатами в Ниницком округе стали 84 человека. Ниницкий округ сформирует запрос на целевые места в вузах по востребованным в регионе специальностям. Работа по организации целевого обучения в 2017 году уже стартовала. Для обеспечения кадровой потребности региона на ближайшие пять лет и интересов самих выпускников профильный департамент начал формировать заявки в адрес образовательных организаций высшего и среднего звена страны. Согласно федеральному законодательству выпускники смогут получить профессиональное образование за счет государства не только по результатам ЕГЭ, но и при наличии договора о целевом обучении с будущим работодателем. Целевую подготовку специалистов за счет федерального или регионального бюджета вузы проводят только для тех предприятий, которые находятся в собственности государства. В качестве работодателя договор на такую подготовку специалиста могут заключать и профильные департаменты, органы местного самоуправления с последующим трудоустройством в подведомственных предприятиях, организациях или учреждениях, пояснила начальник управления образования профильного департамента Лиана Храпова. Существенные условия договора о целевом обучении и поддержке студента. Будущий работодатель обязан организовать учебную, производственную и преддипломную практики, а также трудоустроить выпускника профессии. В настоящее время выпускники, которые планируют поступить на целевое место в 2017 году, должны выбрать для себя потенциального работодателя, заключить договор и до 15 февраля предоставить документ в департамент образования, культуры и спорта округа. В 2016 году по очной форме обучения на целевые места вузы страны зачислены 11 выпускников школ Ненецкого округа. Практически все квоты, выделенные округу, были предусмотрены для подготовки будущих врачей и учителей. Импровиз, брейк-данс и фристайл. Впервые в Ненецком округе прошел танцевальный баттл исполнителей хип-хопа. На сцене Арктики выступили лучшие танцоры города. Победителей в четырех номинациях определила профессиональный танцор и педагог из Санкт-Петербурга. По правилам танцевального баттла все участники рассаживаются полукругом, создавая таким образом ринг для соревнующихся. Сначала выступает первый танцор, второй отвечает своим исполнением. Жюри дает оценку после того, как аудитория сосчитает до трех. Если судья не выбрал лучшего, снова звучит музыка и соперники продолжают демонстрировать свое мастерство. Это запас движения, отсутствие остановок во время танца и попадания в такт музыки. В категории хип-хоп-кидс лучшим признан Роман Сафонов. Можно сказать, каждый день смотрю видео и опыт набираю себе. Кто у тебя любимый танцор? Би-бой джуниор. Кто это такой, расскажи. У Би-боя джуниора нет ноги, он танцует только на руках. В старшей возрастной группе лучшим стал участник знаменитой в округе танцевальной группы «Шоу Тайм» Егор Усецкий. Конечно, несомненно, нужно слышать музыку, чувствовать ее, попадать обязательно. Музыкальность – это, наверное, один из главных факторов, который нужен танцору. Сегодня у нас батлы, и в первую очередь это импровизация, и харизма, и душа, с которой ты подходишь. Полторы тысячи гектаров для выращивания лучшего винограда для игристых вин. Телеканал «Север» продолжает серию сюжетов о Севастополе. Сегодня мы познакомимся с секретами производства севастопольских вин. Мастерство начинается с игрушки. Под таким названием открылась выставка в отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра. На экспозиции представлены работы Александра Литкова, признанного мастера по изготовлению национальных сувениров, аксессуаров, предметов быта ненцев. Работы Александра Литкова неоднократно выставлялись на российских и зарубежных экспозициях. Новая выставка посвящена игрушкам. Волчок – одна из любимых игрушек в тундре. Нехитрый предмет из трёх деталей способен занять детей на долгое время. Вот только как он выглядит и как его изготовить знают уже немногие. Мастер декоративно-прикладного творчества Александр Литков попытался дать ненецкой игрушке новую жизнь. В тундре как-то игрушек нету. То есть игрушки делают дети, например, они делают их, чтобы учиться. Девочки шьют, потом они шьют куколки ука из утиного клювика, из гусиного клювика. А дети, мальчики, они в свои игры. Они играют традиционно то, что они видят, что делают их родители и старшие братья. Они ловят оленей, делают нарты. Макеты чума, нарт, олени с настоящими рогами и куклы – всё из натуральных материалов. Дерево, рога оленя, меха и кожи, клювы тундровых птиц. Правда, технология изготовления изменилась, признаётся мастер. Если в тундре весь материал обрабатывался вручную с помощью ножа, рубанка и пилы, то теперь используются различные станки. Кроме того, на выставке можно было ознакомиться с ещё одним направлением творчества Александра Литкова – сочинение «Былин» о героях ненецкой земли. Ненецкие песни поются изо дня в день. То есть в одном чуме сидят, есть там человек-сказитель, он рассказывает сказку, песню, и он изо дня в день этот мотив использует. И его герой сказания песни, он может дойти и за море, и вернуться, и многие дела сделать, и жениться, и победить подземных духов, например, тех, кто насылает болезни, и может подняться наверх, и поговорить, чтобы пожелать, чтобы у людей было счастье, олимное. Познакомиться с работами и песнями мастера можно до 28 февраля. Выставка «Мастерство начинается с игрушки» ждёт всех желающих в отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра. В 2016 году Севастополь занял четвёртое место по сбору винограда в стране, при этом повысив уровень урожайности в регионе на 12%. Возросло число участников этой отрасли сельского хозяйства, которым государство предоставляет стимулирующие миры поддержки. Поэтому точками роста города федерального значения может стать виноделие. В том числе и за счёт винного туризма, который сейчас в Севастополе получил хорошее развитие. Секретами производства севастопольских вин познакомилась моя коллега Мария Владимирова. Одна из знаменитых виноделин Севастополя – «Золотая балка». Это полторы тысячи гектаров собственных виноградников завод по переработке винограда и производству игристых вин. Специфика почвами, кроклимата и окружающей среды дают уникальный терруар, который идеально подходит для выращивания лучшего винограда для игристых вин. Мы здесь же на заводе производим все цепочки. Вы можете приехать и летом, и вы участвуете и увидите. Как мы производим, как виноград скружается в бункере приёмника, как идёт дальше на гребнеотделение, как распиваются ягоды. Потом даже вы чувствуете ароматы, как идёт термичное ображение. Затем, через некоторое время, переходит уже готовый виноматериал на вторичное ображение – это игристое вино. И здесь же разливается. Никуда виноград не отвозится. Всё здесь, всё сразу. Мощность завода составляет до 10 миллионов бутылок в год. «Золотая балка» входит в список крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя и единственные из виноделин Крыма, мощности которой позволяют производить игристые под одноимённым брендом исключительно из собственного винограда. Сегодня на заводе «Золотая балка» залили 240 бочек белого и красного игристого вина. Эти бочки сделаны из французского дуба, как нам пояснили сотрудники завода. Российские не предпочитают, потому что французские более качественные и он насыщает вино определёнными нотками ароматов. В этих бочках белое вино, игристое, будет зреть один год, красное игристое вино – один год и два месяца. То есть продегустировать его можно будет уже в начале следующего сезона. Ещё одно место, которое следует посетить – Инкерманский завод марочных вин. Он был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня Мшканского известняка. На глубине от 5 до 30 метров образовались штольни с относительно низкой постоянной температурой и влажностью, что стало предпосылкой для создания завода марочных вин. Территория предприятия составляет 7 гектаров, подземная площадь винных подвалов – 55 тысяч квадратных метров. На заводе абсолютно исключён контакт вина с кислородом во всей технологической цепочке. Во время дыхания вино начинает постепенно уменьшаться в размере. За счёт этого сверху может образоваться воздушный пузырь, который является идеальным местом для развития аэробной микрофлоры. Она в считанной неделе уничтожает тонкий изысканный напиток. Чтобы этого не происходило, два раза в неделю все бутыли бочки обязательно доливают. А каждые полгода вино переливают из одной бутылки в другую, чтобы образовавшийся осадок не мешал набирать вину положенный вкус и аромат. В Севастополе 10 тысяч гектаров занимают многолетние насаждения, в основном виноградники. Поэтому в Севастополе разработана программа развития виноделия, она включает и туристическую составляющую. Например, у меня есть хозяйство, через которое в год за сезону проходит более тысячи человек. Ну, просто на дегустации посмотреть, увидеть, как это делать, пособирать виноград. Это очень здорово, да, приобщиться к этому процессу. И через весь регион проходит, ну, в десятки раз больше, чем через мое хозяйство, потому что мы одни из очень-очень небольших. И мы видим, как с каждым годом интерес к вину растет вообще в стране. И как все больше и больше количества туристов приезжает сюда специально для этого. Вот есть специальный винный туризм, это гастрономический туризм. И все это идет очень здорово. Гастрономический туризм – это новое и перспективное направление для России. Оно является воротами в местную культуру и самобытность. И в Севастополе это направление активно развивается. Чтобы развивать туризм в целом, в Севастополе отказались от ведения курортного сбора. Мы свою позицию уже несколько раз выразили и публично, и на бумаге, и устно. Мы не сторонники вхождения Севастополя в этот проект. По многим причинам мы обсуждали эту историю с нашим бизнесом. Мы говорим о том, что нам нужно провести еще будет большую работу по легализации этого теневого от значительной части рынка. Чтобы люди вышли в свет, люди занимались бы легальным бизнесом, платили бы легальную заработную плату в этом секторе. И это одна из причин. Ну а другая, не последняя в ряду оснований, по которым мы не хотели бы экспериментировать именно в этот временной период. Мы согласны с тем, что эта история актуальна для Алтая, актуальна для Кавминвод, куда многие годы не вкладывались серьезные деньги. Но применительно к Крыму и Севастополю российский налогоплательщик уже реально хорошо вложился в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Севастополь уникальный. Он привлекает туристов не только в высокий сезон летом, но и в любое другое время года. Ведь этот город не только курортный. Каждый найдет в нем что-то для себя и осенью, и весной, и даже зимой. Мы в этом убедились лично.